Девочки, здравствуйте! Я была занята. Мне стыдно уже перед вами это делать, но мне надо домой. Вон, целая мыска. Узнаёте, шо? Чтоб не сказали, что я на продажу. Надо. Не на продажу, мне домой надо. Девочки, хочу вас обрадовать. Родненькие мои, миленькие, золотые мои. Вы там все так переживали, и я тоже. Закройте глаза на одну секунду и посмотрите, что я вам сейчас покажу. Ляп! Узнали, девочки? Гляньте, я туда-сюда. Во! Видите? От мясорубки. Ой, девчонки, как мы смотрели с Олей, я не знаю. Сегодня мой оператор это увидел. В ванной стоит стиральная поломанная машинка. Мы на неё складываем, когда помоем посуду. Оно там лежало. Я не знаю, как мы смотрели, что мы не видели. Может, оно зацепилось там за что-то. Я не знаю. Наверное, зацепилось на машинке было. Вот. Вот. Всё. Работа будет кипеть. Мясорубка будет целыми днями теперь крутиться. Девочки, сейчас смотрите. Перекрутила печёночку. Смотрите. Перекрутила. Видите? Куриная. Здесь у меня лучок и чеснок. И стебли перекрутила укропа. Всё. Сейчас добавляю соль. Вообще-то я не помню, я посолила. Мне ж противно дотрагиваться. Нет. Нет. Ну, соли... Соли надо немного. Бупечёнка сильно соль не любит. Вот так. Тут вообще щепотка. Девочки, сейчас щепотку сахара. Ну, не щепотку, а ложечку. Кстати, печёночка любит сахар. Ладно. Всё. Дальше. Перец. Ой, девочки, нашлась мясорубка. Ура! Теперь будем крутяшить всё подряд целыми днями. Так, сейчас, мои дорогие. Хотела сказать, сейчас мои маленькие. То я так на своих деток говорю. Маленькие. Сколько бы им не было лет, они маленькие для нас. Нам будет по сто, детям по восемьдесят. Всё равно они будут маленькие. Правда? Девочки, там спор был. Смотрите. Сегодня мне женщина одна написала. Почему нельзя бить об стол яйца? Ну, я ей написала. И женщина, наверное, та написала, которая мне написала, что это Божья ладонь. Правильно. Мы с этой женщиной ещё там какая-то подключилась в спор. А отбивные где бить? На подушках, на кровати? Чтоб об стол не бить. А рыбу я вчера гатила. Топориком. А топорик, девочки, три яйца. Муки буду сейчас смотреть на глаз. А всё остальное где бить? Вот я вчера рыбу на столе колбасила. А где мне её выйти? Нет, это спорное. Как это? А тесто вот мы месим, надо иногда отбить. Или фарш отбить. Куда? На пол. Ну, это всё. Будем спорить. Если на то пошло, чтобы к этому всему делать это всё, надо по-божьему жить. Соблюдать посты все. Делать всё, как положено. А мы это делаем. Я когда-то пост, девочки, соблюдала целую неделю. Не смогла. Это давно было ещё, в юности. Ну, какой юности? Наверное, мне было лет тридцать. Думаю, а ну-ка, пост придержусь. Это нет, вы что. Тело начинает сразу труситься. Хочется. Знаете, что мне когда-то кто-то сказал, девочки? Что человек состоит из мяса. Мясо и должен кушать. Вот кто-то мне это сказал. Не молодой. Вот так вот. Печёнка есть, печёнку едим. Сердце я не очень, девочки. Ни салаты. Во-первых, салаты я никогда сердце не... И вообще я сердце не очень. Я, по-моему, сердце никогда и не готовила. Это точно. Точно. Никогда. Куриные сердечки когда-то, может быть, и делала. Девочки, гляньте, что я одну печёнку не перекрутила. Я не перекрутила. Это я сейчас дам собакам. Дикуйся, малыш. Вам повезло глубоко. Дикуйся, малыш. Идите. Одна печёнка у меня попалась, не перекрученная. А ну иди. Дикуйся, иди. Найте. Вон я кинула вашу мыску. Разорву на двоих. Найте. Ну не хотите, не надо. Малыш идёт, Дик. Ты сейчас можешь проиграть. Сильно. Сейчас будет... Сейчас будет... Один ноль, Дик. Всё, ты пролёт. Малыш уже там. Девочки, наверное, ещё мучички надо. Вчера, позавчера насыпала ведро муки полное. О! Уже муки нема. Ну что, каждый день что-то ляпаю, что-то пеку. Ой, девочки, девочки. Я покушала рыбы. Девочки, только фаршировать надо карпа. Кипел, кипел. И всё равно кости не перемлели, девчата. Ну и в баню. Всё. И жирный, и сильно. Я говорила, что зеркаль... Отбей поветряной тревоги. О, испугалась. Отбей поветряной тревоги. Какая-то плёнка. Я даже не знаю, что это. Ну, что-то же от печёнки. Что-то я не перекрутила. Девочки, я тут печёнку положила, помыла. И прямо сюда же, в сторону её, а та самая, бегом перекрутила. А то попалась. Вы поняли, что? Вы поняли, что попалась? Девочки, сирена за сиреной. Уже эта житуха. Сегодня Оля не будет. Оле не будет. Я ей позвонила. Сказала, что она будет переться. Девочки, такая слякость. Дождь идёт. Я говорю, едь домой, наверное. И я сейчас сделаю домой, что мне надо. Вот. А завтра уже. Ну, она какая-то была без настроения. Может, что? Она уже и устала. Как она мне говорит. Так надоело уже лазить на этот базар. Говорит, думала, что хоть на пенсии работать не буду. А как тут не будешь работать, девочки? Мне кажется, все люди во всём мире, кто на пенсии, все работают. Девочки, смотрите, какая красотища. Вот. Это куриная печёночка. Тут три яйца. Лучок, чесночок, укропчик, стебли. И муки. Ну, я думаю, вот это хватит. Девочки, не знаю. Будет плохо жариться, добавим муки. Но я думаю, это уже хорошо будет. Сейчас я пойду руки сполосну и ложку кину. Потом ещё посуду надо перемыть. Девочки, не столько той готовки, сколько посуды мыть. Правда? Я думаю, у всех так. У всех так. Девочки, ну, такие вкусные будут коржи. Я ж знаю. Пахнет страшно. Хоть бы не перевести огурцами вот этими. Ну, буду делать. А что делать? Мне сказали, что печёночный торт будет хорошо. Сковородка у меня уже раскалённая. Так. Беру, наверное, маленький полоник. Наверное, два полонечка. Сделай вот такой. Не на всю. Всё, девочки, под крышкой. Жарим. Масла уже нет. Гляньте. Только покупала. Ну, а что, чебуреки жарят, сколько масла. Вы сами знаете. Они же должны кипеть, а не жариться. Опять чебуреков сделала. С этой партией я ни одного не съем. Не хочу. С той партией, что, когда я позавчера делала, четыре штуки съела. Два сразу маленьких и два потом на второй день. Вот. Ну, а то всё раздала. А теперь себе надо. Вы поняли? Так что на продажу нема ничего, мои дорогие. Собаки понаедались. А девочки, вы б видели, растаяло мороженое. Что в этом мороженом? И грамма нету юшки. И грамма. Я могу даже вам показать. Сейчас, смотрите. Мы не стали давать и собакам. А далее, вон оно лежит. В ихней этой самой, вон оно лежит. Смотрите. Вот растаяло мороженое. Это наше мороженое. Смотрите. Сливый Б. А ты Б. Смотрите, при вас разрываю. Гляньте. Посмотрите. Гляньте. Вы видите? Гляньте. Мокрая какая-то жижа вафля эта. Гляньте. Вы видите, что тут? Вот. Просто мокрый кизяк какой-то. Гляньте. Окровавленный немножко. Вот где падлы. Гляньте, травят людей. И грамма нет. Юшки нет. Вы же видите? Вот где. Вот где. Растут и твою нехай, твари. О! Какое мороженое делают. Это вам не цацки-пецки, как мы были маленькие, кушали в юности. Какое мороженое было. Это, о! Профессора какие научились делать. А, твари. Вот так вот все делается. Так, чем переворачивать? Я так и добежу. Вот эти пластмассовые лопатки. Надо выкинуть, черту. Хоть бы сейчас не стрельнула. Ой. Все, девочки. Дело пошло. Только у меня здесь нет тарелки. На чем собирать его? Вот это новости. На доски буду собирать. Тут маленькая тарелочка. Внима. Там вот тут большие блюда на столе в комнате стоит. Девочки, я пошла, наверное, сейчас отключусь, а возьму блюдо в комнате. Один момент. Девочки, все. Все, блюдо на месте. Блюдо на месте. О, первый пошел. Сейчас я сразу на серединку. Все, сейчас второй. Девочки, у меня есть пахучее масло, вы же видели, полтора литра. Я только купила. Но я на нем не хочу жарить, потому что будет какой-то другой запах. А я этого не хочу. Это сейчас долила масло. А потом буду на курином жарке вот тут, что я немножко перетопила, жарить. Еще вкуснее будет. Вы поняли юмор? Девочки, два полонечка. Как раз хорошо. О, хорошее смазывать. Накрывать обязательно. Ну, девочки, делаю огурцы. Делаю огурцы. Мои родные. Что воно будет? Я не знаю. Ой, села ножик. Надо. Взяла майонез. Тот еще есть у меня майонез. Что, а то я сеточку делала. Не важнецкую. Так, ну шо? Шо сначала это сделать? Так, укроп этот уберу, украшение. Девочки, не знаю, шо воно будет. Много ложить не буду. Вот так вот. Вот так вот. Ну, мне сказала одна девочка тут написала, говорит, сделайте печеночный торт. В печеночном тортику огурцы будут вкусные. Ну, не знаю, девчата. Делаю. Никогда такого не делала. Только морковка делала. Ну, как севый лучок, зажарочку такую. Такую. Все. Шо воно получится, я не знаю. Ну, шость получится. А он вот достоится до завтра. Я же вот тут оставлю. Накрою этой фольгой. И хай настаивается. Сами коржи пахнут страшны. Так, один готов. А еще нет. Что-то сильно маленький огонек. Надо побольше. Печенка варится быстро. Так что нам надо вот так вот хай будет. Ой, девочки, девочки. Мои вы родненькие. Пюрешка такая вкусная была с тефтельками. Я не ела. Я вижу. Мне сказали, что вкусненькая. Моя лапонька мне сказала, родненькая. А эти выскочили и теперь назад просятся. В кровопийце. Заходите, орлы. Где вы? Малыш, дик. Внима, стоят, смотрят. Дождь идет. Заходи, малышок, заходи. Дикуся. Дикуся. Дикусечка, иди сюда. Что, малыш, дождь идет? Дикунька, иди сюда. Дикусечка, родненький, на, иди сюда. Даже собаки не захотели кушать мороженое. Так оно им сразу умоложенное. Оно им на сто лет не надо, а трава это. Чтоб еще собак травить. Кошмар, вот такая зараза. Вот такую заразу делают, а? С чего же вы это делаете, сволочи вы? И не ленью то делать, бумагу тратить. Скоты такие. А что вы хотели, девочки? Оно 7 гривен с чем-то, с копейками. Что они туда положат на 7 гривен? А вес там, наверное, 1 грамм. Там вес одна бумага, больше ничего там не весит. Вообще, чтоб растаяло мороженое, я думала, собаки попьют, думаю, вкуснятинку. Ага. Они этот кисель не захотели даже смотреть, он в мысочке. Одно мороженое положили, так и лежит. Джвакотня какая-то растаяла. Не растаяла, а вообще, я не знаю даже, что это такое. Девочки, мне нравится вот мороженое, мне вообще все нравится в Макдональдсе, все нравится. Особенно мороженое, вот Макфлори, мороженое. Ну, девочки, пирожки как-то с вишнами я сразу полюбила очень. А сейчас я уже их и не люблю. Вот что-то пирожки. Во-первых, я не люблю такое тесто, которое крышится, одни крошки, да. Во-вторых, несколько раз хапала, хап, и сразу небо так и прилипало до пирожка. Они же кипяток. Вот. А так нравится мне и дабл, чизбургер. Ну, это сильно много, там двойная котлета. А так чизбургер только. И маленькая картошка. Вот это, что мне вот так хватает. И мороженое скушать. Ну, то с карамелькой люблю, то с клубничкой. Брала с вишней, мне не понравилось. Вишня чепуха. Мне не... Я вишни люблю. А уже мороженое с вишней мне не понравилось. Невкусно. Не, ну-ка, кушать можно, но не нужно. Я-то его съела, но без всякого удовольствия. Сейчас стрельбы ще будет. Ой. Втекать надо в разные стороны. Враспитную. Кстати, я не люблю вот эти стрельбы ще. Так, тихо. Чтоб не распался. Может распасться. Да перестаньте стрелять, глянь. Ну, ты посмотри. Девочки, может сейчас этот... С одной стороны он у нас тоненький был, а мы его аккуратненько перенесем, правильно? И вот так. Все, ничего страшного. Оно все замазывается. Все то, что надо. Вот так сюда. Сейчас мы нальем и будем расправлять. Девочки, это у меня куриный жирок тут. Вы видели, как я его резала. Вот он. Еще вкуснее будет, чем на массы. Видите, вот и пригодился жирок. И два. Все. Харе. Накрываем. Накрываем и садимся на мазюки. Так что вас учить? Вы все прекрасно и сами знаете. О! Вообще-то я люблю печеночный торт. Но только когда он настоится. Вот именно, наверное, на второй день. Но с этой начинкой я ни разу не делала. Ну, я вам скажу правду. Я за все говорю правду. Мне не надо, чтобы... Знаете, иногда какое-то, как посмотришь в интернете, приготовишь, а специально, наверное, не получилось, а думают, ну, хай теперь ни у кого не получается. Есть же такое. Готовят, готовят. Смотрим, смотрим за руками, наблюдаем, наблюдаем. Потом сделаем, а оно на букву Г. А я говорю правду. Всегда. А зачем оно надо, чтобы люди страдали? Тут уже, если сам уже отмучился, нафиг, надо точку ставить над этим. Правильно, девочки? Они... О, лавровый лист. А не, не лавровый лист, думала лавровый лист. Все, девочки. Харе. Вот так. Ну, не знаю. Сама печеночка вкуснятина, я ж знаю. Вот так вот. Ну, вроде пахнет. Это Оля. Сделай. Я сколько? Два ведра и два кулька огурцов стоит в коридорчике вот там, в другом, в прихожей. Возле ванной и дверей, что я вот уговорю. Забирайте, кто хотите. Сейчас девочки переверну. Олег. И это. Она говорит, я сколько огурцов, кто-то ей на базаре, кто ей новости какие-то на базаре расскажет, какие-то посетители, кто еще кто-то, что-то. И вот это ей сказали. Она мне вот это уже протарахтела мозги, говорит, ну сделай, сколько же я огурцов принесла, сделай икры с огурчиков. И кто-то ее угощал на хлеб, ей принесли попробовать. Ну, какие-то же эти, продавцы. Не знаю кто, овощники, мясники, рыбницы, не знаю, молочники. Короче говоря, говорит, вкусно. Ой, Господи. Ну и то я не с ее огурцов, они же мягкие сильно, а со своих эту баночку он что открывал, я вам показывала, когда их терла. Ну, не знаю. Ну, может тут и пойдут. Я не спорю. Я не спорю. Ну, печеночка любит морковку, а здесь морковки нету. Ну, ладно. Будет без морковки. Сейчас высота будет, девочки, на бегемота рот. Девочки, блюдо старое. Я же вам говорила тут, по-моему, что тут написано. Тут, девочки, две печати какие-то. Цветочек, что-то кружочек. В общем, а, и первая мая, вот. Вот, первая мая. Гляньте. Первая мая. О, блюдо где. Ай-яй-яй. А легенькая девочки. Это фарфор. Такое розочки какие-то. Куда там у тем тарелкам черным. Я вот одну вытащу, что я, у меня есть квадратные, непаньонные. Такие, как вот у казанок синий. Девочки, ложитесь, открываю. Сейчас стрельбы ще. Вот я вот это не люблю. Девочки, я поела одной рыбой. Вы знаете, я же затошнила. Она такая жирная. И она в жире в этом. Я ничего не пойму, где там какой кусок. В общем, еще и с хреном поела. Ай! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Девочки, готовьтесь, кто из Днепра Самвейла встречает на вокзале. Он же поездом поехал. Опять сирена. Он уже, наверное, десятая за день. Слышите, поездом же поехал делать пластическую себе, уколы какие-то. Так что, собирайтесь. Берите в руки телефоны, камеры включайте. Наш приехал дорогой Сергеевич, Сергей Сергеевич дорогой. Будем встречать неузнаваемого. Ой, комедия. Господи, немало бабок лопоту. Кошмар. Ой, дуристика. Дуристика. Поехал в Киев. Вы же видели, как он, кто смотрит, как он боялся выйти на улицу с гостиницы. Гостиница прямо на этом, на Майдане. Где-то рядом с Майданом, что он с балкона выглядывал и показывал, он справа от меня уже Майдан. Говорит, лучше бы я на машине поехал. Вот, говорит, как я сейчас выйду на улицу и что дальше делать. Бежи! Снимай штаны, ты ж бегал под Днепру в одних трусах и на палубе, где они тогда ездили, отдыхали. Выскакивал, в одних трусах гасал. И там выскочили, и хорошо. А колесе встало, сразу встанет. Ну, приедет. По паспорту его не пустят. Там один, а сделают другого. Глаз куда-то натянутый будет. Похож станет на Луиды Венесса сразу весом. Когда вы помните, рожи сикорчил, так вот у него встанет. Как Луида Венесса. Ой, комедия бесплатная. Ой, господин. Он там что-то рассказывал, шею убрать надо. Приедет, шея будет, девочки, знаете, как вот у племена баб на пружину с детства приедет с такой шеей. И вот такая голова маленькая. Обколотое лицо. Кокосами покусанное. Бля, твоя мать. Ложись. Ложись. Ох, красота какая. Там бы им хороший надо. Ой, девочки, девочки. А я не знаю, если бы у меня были деньги, я бы хотела, ну не знаю, девочки. Может быть, вот это, вот знаете. А я уже видела, девочки делают косметику, ну, когда делают куда-то рим. Ну, это, ну как, макияж, макияж. Так, девочки, надо лучше посмотреть. Здесь продаются целлофанчики. Видели? Вот сюда как-то приклеивают, прозрачные. И вот сюда вот так затягивают, натягивают. И вот сюда аж, а потом голосом как-то. И вот нету ничего, все растягивается. И на шею вот так растягивают, аж сюда клеят. И вот так оно растягивается. Ну, так это же надо, это, ну, куда-то идти. Ты же не будешь в магазин идти вот это ляпать на себя. Какие-то как скотчи. Ну, наверное, у нас их нет. А если и есть, то оно там втридорого, наверное. Ну, зачем оно нам надо? Куда нам ходить? А руки? А с руками что делать? Рукавицы одевать. Ангоровые белые. Или белые вот эти. Пупы эти, похеровые. Помните, мягенькие? Или кролячие, девочки. А были же кролячие. Ой. А у меня, знаете, у кого были кролячие носочки? У младшего сына были и кролячие носочки маленького, и кролячие... Девочки, я отодвигаю, потому что я это сейчас не смогу открыть. Хай я немножко остываю. Хай я же не сумасшедший, чтобы я глаз выбила. И кролячие эти были. Рукавички. Такие пушистенькие на резиночке. А у меня не было. А у меня, знаете, с чего было? Шарфиков мама пошила без пальцев даже. Вот так одевали. И одели как будто... Одни куртяжки. Пальцы некуда куда-то изнять. О, мама нам такие наряды шила. Гулять, девочки. Ой. Шарфиков возьмёт, сосрочит, сделает эти. Носки. Не сосрочит, а руками. На уголок как-то, чтобы не портянками наматывать. А вот так, да? А ну попробуй одеть четверых. На улицу. Там такое нам городяшило. Хорошо, что тогда на свидание не надо было идти. А то б хренушки уже и вышли на свидание. Девочки, будет десяти листовый, наверное. Кошмар. Вроде чуть-чуть этой печёночки... Сколько ж там грамм, я даже не глянула в этой пачке. Её надо на два раза. Так тут холодильника нема, девочки. А на улице плюс. Оно сразу всё завонюется. Ну не сразу, а через два дня точно. Так. Девочки, такая беднота была, как я маленькая. Была-то и юность. Я не знаю, что такая беднота была. Кошмар. Да вы знаете, у меня и подружек не было таких богатых. Ну не богатых, не богатых, а у кого там что было, одеться там. Не было. Они с нами что, хотели дружить, наверное, не хотели же. А потом девочки, знаете, как-то поразбивались больше не на того, у кого что одеться есть, у кого обуться есть, а поразбивались, начали курить, бухать девчата. Пошли по наклонной, вы поняли? У меня столько знакомых, вот соседей, ну не соседей по улице, а вот соседей, вот сейчас, ну по квартире, вот где я живу, в квартире, столько девчат, там уже в живых их нет. Вот одна, я даже не знаю, сейчас жива или нет, что-то я давно не вижу. Недалеко от меня живет, ну, я живу сейчас, она на Артема живет, только не там, где бабушка моя, а уже в пятиэтажке. Где бабушка моя, бабушка в частном доме, это на бабушке еще один дом, и потом уже шел там завод, и уже пошли, а еще там частные пару домов, и уже пятиэтажки стоят. Тут она там живет рядышком, Танька, я даже не знаю, жива или она, о, действительно, я ее уже, ну у нее сильно больная поясница, спина, там позвонки у нее там эти, грыжи, грыжи. Сама была не актив в молодости девочки. Потом я как-то ее встречаю, я торгую, а она едет, работник банка, слышите, думаю, они нифига себе, брат умер давным-давно, тоже то в тюрьме, то с тюрьмы. Мама такая была, тоже не ахти, вот. А она в банке, золото столько на ней, думаю, че вот это, да, слава богу, хоть Танька выкарабкалась. Она танцы ж ходила тоже, но не танцевала, а то они, знаете, кучкувались, а уже бухали, мне кажется, они там и травку курили, а может, что-то уже и похлеще хавали, или что они там делали. Ну, я никогда с ними не дружила, только здрасте и все, только здрасте. Вот. А уже сейчас же, она старше меня, наверное, ей сейчас где-то шестьдесят, наверное, девять уже ей, уже ей шестьдесят девять. Девочки, боже мой, такая страшная, такая, сын у нее наркоман, умер давным-давно, вот, ходил я даже, девочки, он меня даже обдурил, я когда сидела, торговала, а он, ну, я же уже дома там, вот для себя, они тоже рядом жили, вот. А он поднес постное масло, купите, в баклажках, и не одну баклажку. Ну, я взяла баклажку, там, ну, бабки мои, коллеги по торговле, понабирали масло, понюхали, вроде масло, вот. Это. А оно, чай был. Девочки, сейчас я переверну, я на секундочку, отключаю, чтобы ваше времени. Девочки, вот уж купили мы это масло у него, ой, нюхали, грамотные такие все, ладно, я там еще была молодая, ну, сколько мне было, ну, лет, наверное, уже, ну, 37-38, вот так, да больше, нет, где-то 37-38, да, да, ну, под 40 уже, вот, и это, нюхали все масло и взяли по баклажке полтора литровой, а он, девочки, чаю налил крепкого, вот и баклажки, а сверху уже масло налил, и масло всплыло, а чай остался на дне. Хорошо? Скупились все. Ну, наркоман был, конечно, а вы знаете, я, кстати, за нее забыла, я, наверное, ее уже всю зиму я ее не видела, или она не выходит, ну, она еле лазила все время, то в это самое, ну, девочки, мне кажется, она бухает, не кажется, это 100%, ну, по лицу с человека видно сразу, пожеванная вся, ну, ладно, она одна осталась, никого нету, никого, ни племянников, никого, двухкомнатная квартира, там, наверное, так вот бы соседи какие-то подхватили ее, там, вы знаете, дурная, взяла бы уже кого-то, да, сказала бы, помогайте мне, там, на пенсию тоже, там, пенсия Пшиковская у нее, ты же не вытягуешь, ну, не знаю, и не у кого спросить, там одна ходит, вареничка с ее дома, фамилия Вареник Людка, и я вот это ее недавно видела, так я забыла за нее, за эту Таньку спросить, что она там, живая, чи не живая, девочки, очень даже удачные, вы же видите, гляньте, какие оладушки получились, видите, какие, вкуснятинка, я люблю, мне вот это больше нравится, ну, можно и маленькие делать, такие же самые, девочки, это жирок куриный, аж сладенький, прикиньте, куриная печеночка, еще на курином натуральном жирке жареная, это, тут вообще мороженое, мампасе, а мампасе это конфеты, а надо хоть глянуть, сейчас мампасе есть, как мы любили, да, девочки, мампасе, а в коробках, в железных, помните, какое оно в баночках было, а вкусное какое, мампасе, морские камушки, это я любила, это я любила, такие конфетки, и то часто нельзя было, по-моему, морские камушки стоили рубль 10 копеек, а мампасе я уже не помню, может я что-то путаю, может вы там вспомните лучше, пишите, вообще такое все вкусное было, подушечки в какао, попересыпанные, то вообще вкуснятина были, как вот уделали, а мороженое, а вон мороженое, а мороженое вообще, ну я любила только белое всегда, по 15 копеек, помню, было шоколадное, это Оля любила, это мороженое, Ирка подружка Рева, Вагнер сейчас, она фамилия ее, вот, любила, а я не, а еще они любили, Ирка особенно подружка, любила ленинградская, по 22 копейки, я нет, я только пломбир любила, белая, и то так любила, могла скушать, чтоб бегала за мороженым, и мечтала, чтоб мне его купили, нет, о девочки, какие вы крутасы я делаю, девочки, спасибо еще раз, что вы со мной, что пишите какие комментарии, до слез, начинаю читать, сразу Реву, ой, господи, а если читаю, что кто-то плачет вместе со мной, то вообще у меня взял захлеб, захлеб, а это разве можно, очки, потом не видно ничего, глаза слезятся, прекращайте плакать, потому что все прожили одинаковую жизнь, и хорошее, и плохое, главное, что протрудились, а всю жизнью, пучечки у всех уже на износ работают, ну что человек так и должен жить, а как по-другому, правильно, у меня полно таких знакомых, которые ни черта не делают, девочки, мармелад, пахнет, пока, девочки, оставляю хоть чуть-чуть, остывает, но не могу, оно так стреляет, уже нервы не в порядке, с этими стрельбищами, красота какая, девочки, под крышечкой я всегда все жарю, чтобы не было ничего сырого, ну девочки, перелицовываю икру, с огурцов консервированных, а что, пальто же раньше перелицовывали, девочки, а как вы туда люди жили, пальто поносили, поносили, а потом раз, перелицовали, меня перелицовывала, по-моему, тетя Галя, папина сестра, по-моему, да, или я не помню, кто-то, кто-то в моем роду перелицовывали пальто, вот жили, да, девочки, девочки, до сих пор, вот есть, встречаешь, то бабушку, то дедушку, какого-нибудь, и в этих паль, в пальтах-польтах ходят до сих пор. И в плащах у тех каких-то таких. А, девочки, а был у меня балоневый плащ и косыночка. А как я хотела его иметь, девочки. Вы вспомните, это ж какой дефицит был, кто купил балоневый плащ. А запах балоневого плаща, как он пах. Ой, как он пах. Я прямо сейчас аж вспомнила. Даже печенка мне не перебила. Я вспомнила. Ой, как они пахли, а шелестели. Идешь, я помню, платочек какой-то шелковый на голову завязывали. И газовые платочки девочки носили, вот эти с люрексами. Ой. И плащик этот балоневый. Я помню, платочечек, плащечек. Ой, идешь, шелестишь, дождичек такой идет. А этот плащечек пахнет так. И так все спокойно было. Ты молоденький, что? Ой. Не знал бы, что такое. Я так хранил бы. Я так жалею, что нема от тех вещей старых. Все выкидывали, как дураки. Ну, как все мы. Ой, забыла. Дик, ты видишь, как стреляет? Лежи там и не вставай. И ты, малыш. Мой еще глаз выбьет. Хотела сделать какой-то с трех, ну, самое больше четырех блинчиков, а тут будет целый десяток. Как всегда все. Вы же понимаете, что все как всегда. Девочки, пахучее масло есть, но я им испорчу только. Я не хочу жарить на пахучем масле. На пахучем масле только я жарю постный борщ, когда варю. Только на пахучем. Это будет тогда вкуснятина такая, что страшная. А вот это все может перебить запах. Хоть мне сказали, что и не пенится, и ничего, но тут уже ни в пене, ни в дело. Правильно? А запахи. Будет слышно, что. А куриный жиров будет то, что надо. Аж сладенький будет. Так. Девочки, вы видите, я тоненький слой делаю. Но его в баню. Изюмчик попадается. Ну, может, печенки будет и вкусно. Потому что добавился майонезик, мясное печеночка. Еще и какая вкусненькая. Это мы с Олей по кусочку съедим. Оля заберет домой. Оли кушают дома. У меня нет. Оля почухала домой с работы. Ну-ка и тоже и отдохнет. И такая погода. Еще сирена за сиреной. Уже аж тело щемит от этого всего. Так. О, красотища. С майонезом ничего. Сколько тут коржей? Я даже раз, два. А я что, посчитать уже могу. Ну, там уже все вот так переколошмачилось. Так. Убираю. Еще два коржа будет. Кошмар. Это я мечтала, чтобы было коржа четыре. Вечно, как на калашну не могу. Я мало готовлю, девочки. Вот там говорят, что куму готовы. Что, что, большой семье выросла и всю жизнь помогала всегда всем. Никогда себе не готовила, что, взять себе только. Всегда готовишь больше. Думаешь, мало ли кто зайдет, мало ли кого. Гостить надо будет. Даже кто-то чужой зайдет, что, отпускаете вы сильно с пустыми руками? Я нет, я всегда что-то даю. Нема ничего такого. Я шифонеры открываю, начинаю доставать полотенце. Раньше, когда кладовка была, кто заходил вот так вот, то с работы девчата зайдут, то еще кто-то зайдет. Сразу консервация идет в ход. Сразу баночки хватаю и всем несу баночки, всем консервацию несу. Отдаю все, что у меня есть. А с пустыми руками от меня еще никогда никто не уходил. Я помню, тетя Галя пришла ко мне, папина сестра. Ой, тоже такую жизнь прожила со своей дочей. Вот. И тоже накормила ее, сидит, кушает и кушает. Она у нее аппетит был. А она как раз от своей дочки из тюрьмы ехала, девочки. Заехала ко мне. Я не помню, откуда она ехала. Чем в Харькове та сидела, козявка. Не помню где. А то заехала ко мне по пути. А то я ее покормила, хорошо все. И пока она сидела, то кушала, разговаривает со мной. А я вот убегала в прихожей, кульки собирала ей. С холодильника, там кругом. И где шо я, то самое все ей. И два кулька она собирала. Ну и потом она же уходить, а я ее провожать на трамвай, чтобы она доехала до вокзала и на метро. Она на парусе жила. Ну и короче говоря, выходить, а у нее два багажа каких в прихожей стоят. Она как начала, Люда, у нее голосок тоненький такой, зачем Людочка? Я говорю, это уже не обсуждается, на выход. И то мы с ней пошли, то я ей один кулек несу, один она несет. Ой, мне так ее жалко, кошмар. И я ее в трамвай, подождали трамвай, я ее в трамвай подсаживаю. Сначала я ее подсадила так, пустую, без кульков. А потом же ей подаю, на переднюю дверь я ее посадила. Прям не могу, я как мне ее жалко. Ну тоже ей кульки дала. Водительша ждала. Думаю, хай только крякнет что-то та водительша. Я ей сразу в трамвай в лодку засуну. Вот. Ну и короче говоря, а я пока она вот убрала кульки же уже, а я ей бегом в карман еще и денежку. Так она мне такие кулаки трамвай тронулся, показывала. А я думаю, давай, хоть и дули крути, все равно ты уже поехала как положено. Поехала как положено, от племянницы ты уехала. Я знаю твою жизнь. Отвезла туда все, а сама голодать будет. Ага. Я ей голодать не дала. Я ей голодать не дала. Как будто я не знаю, кто зайдет, кто чем дышит. Кому нужна помощь, кому не нужна. Всем нужна. Девочки, ура, конец, финиш. Еще на один корж, на один блин. Фух, слава богу, вот это наколошматило. Аж ноги, аж ноги опухли. Ну, девочки, пахнет очень хорошо. Еще икра останется. Девочки, банку закатаю, добавлю рассола и банку завтра трехлитровую закатаю. На лето будет. Ой, комедия. Сколько можно уже. Когда вы уже наколотитесь все придурки, так не жалко своей жизни. Останавливайтесь. Господи. Девочки, надо только женщин президенты выбирать. Мы войны не допустим. Хватит мужиков. Хай воюют в огородах вон с лопатами. Только женщин. Они этих сидят нехрен делать, начинают войны земли делить. Мало земли, он хоть бы в огороде упораться с ней. У нас меня надо выбрать. Я им покажу Кузькину мать. Лапать сниму, как бахну по столу. И все. Мир. Хай только где-то кто-то. всем работать, копать, садить. Все. Всем не беречь. Детей в школу водить и забирать за руку в садик. За ручку. На ручках носить детей. А то, как посмотришь, девочки, вот недавно, боже мой, да ты на... Ну, я не знаю, годика три, наверное, мальчик. Просится на руки, не берут его на руки. Да ну, когда вы еще захотите подержать, вы же уже даже не дотронетесь. Потому что не захотят, и чтобы вы даже притрагивались. Я своих детей носила до 11 класса на руках. Тягала на спине. Ой, ну как это, господи. Как это, чтобы дитину не взять на руки. Как это, чтобы дитина заходилась, плачет так, что аж синеет и уже не может ни вдохнуть, ни выдохнуть. Я вообще тащуся. Я вообще тащуся с этого. Девочки, готовимся к финишу. Остался один блин. Ой, мне же надо забрать с собой мясо. Или его надо раскрыть. Отбивные сегодня я не делаю. Не понадобились. Я его сейчас раскрою, чтобы оно не задыхнулось. И в коридорчик вынесу. Потому что оно будет так закрыто. Свежие, свежие, девочки. Вон, такие хорошие эти. Гляньте, какая красота. Вы видите? Завтра она пополам и будут шикарные отбивные куриные. Все, я сейчас вынесу в коридор, накрою, с ними ничего не случится. А если будут вот так закрыты, не годится. На улице холодно. Да, дикуйся. Сейчас, наверное, сейчас я вам скажу, сколько градусов. Ага, сейчас. Три градуса и дождь идет. Хорошо, что Оля не пришла. Так бы пришла бедненькая, мокрючая. А так завтра хоть придет, понедельник, выходная. Печеночный тортик есть, рыба есть, борщ есть. Нам с ней еды во. А домой я он чебуреки забираю. Мне хватит, больше не надо ничего. Ну и отбивные завтра сделаю в сухарях. Тоже. И мне напополам. Коробочка будет ей, коробочка мне. Напополам. Поперерезаю, там их целая куча будет. Самое вкусное, девочки, отбивные вот с чего. С бедрышек, без кожи и кости. Если у вас не продаются у кого-то, то обрезать. Ни с какого филе. С филе оно как тырса. Ну его в баню то филе. Вот это, вот это вкусненько. Я его еще буду отбивать. Потом я его классно луком и чесноком, как я делаю, замариную. А я не мариную, чтобы постояла, а так вот. Тыри-пыри. Да? Вкуснятина. Оля вчера пенсию получила. У нас, девочки, у него от 11-го пенсия. Но у нас, если выпадает на выходные дни день пенсии, то дают в пятницу. Наверное, и у вас так же само у всех. Вот. У меня 18-го пенсия. Тоже я получу пятницу, потому что 18-е воскресенье. Так что в следующую пятницу у меня пенсия. Приходите. Приходите в гости. Гроши будут. Потрачу все. Куплю не знаю шоу. Картошки. Нажарим. Сало есть всегда. Консервация есть. О, шо еще останется до пятницы. Огуречная это фигня. Оля будет кушать. Она спросила с огурцов. Не доела. Будет теперь доедать пчелочным плотиком. Я ей облагородила икорку. Не, девочки, вот это я думаю, что будет вкусно. Я вам правду скажу. Я там девочкам понаписывала правду. Кто за что спросил, я сказала. Или вкусно, или не морочьте голову. Я это сделала, а вы не делайте. А это не знаю, скажу. если бурячковый. А, кстати, я буряки вчера купила. Хочу сделать икры. Хотела сегодня, я и писала. Писали мне там, что икра, и муж говорил, что ты давно ни разу такое не делала. А сейчас жарят все время, кушают. Несколько человек мне сегодня написали, что какая вкуснятина. А я написала, я наверное тоже сегодня приготовлю. Но не приготовила, девочки. Я и так. чебуреков нажарила, чтобы вам уже голову не морочить с чебуреками. Пюрешечку сделала с севтельками. И вот сейчас вот это. Все. Хотела бурячковую сделать, ну, ладно. Чайок посидели, мы попили. Думу подумали. Думу подумали. Собаками поигрались. мороженое мороженое посмотрели. Девочки, все, сейчас последним закрою, а уже вот эта мазюкалка нам не надо. Тут останется еще тысячу блюд можно сделать. Сильно здоровый. Ну, ладно. Надо было два делать. Да ладно. И один хорошо. Да, девчата? Родненькие. Дикуся. Дикуся на диванчик смотрит, а малышок на полу. А Дикусь кого? Дикусечка. Родненький. Он маму любит. Моя лапочка родная. Моя лапочка родная. Мамка его тоже сильно любит. Так, девочки. Ой. Девочки, он у меня иконка. Это мне, знаете, кто подарил? Носорог. Вот этот, что тряпку жарил вместе с рыбой. Я все помню. Она дешевая, но я все равно повесила ее на стенку. Вот. Я помню, каждый, кто где что мне дал, кто что подарил. Я все, все помню. Где тут что, чье. За что не возьмись, девочки, я все. Девочки, я ж в квартирах отработала и работаю. Кто мне что давал, я все забирала. Вы знаете, и хорошие бывали, вот, и посуду давали, знаешь, что полно этой посуды, все равно берешь. Вот. Тут Светочка на соколе, я тоже, она мне то-то давала, то креманочки, не тронутые, то тарелки раз дала. Люда говорит, не тронутые, что я не вижу по шесть штук. А я беру все, а я все говорю, мне все здесь пригодится. А если вам надо, оно у меня на сохранении, я вот иногда прихожу и говорю, может, надо, пожалуйста, они смеются. Вот. И я каждую, если что-то чужое, я все знаю, откуда оно, и чье оно. Вот. Люди, людям, людям вот не надо, да, как и у нас, да, лежит что-то годами, не надо. Выбросить жалко, а я еще и приказала, у кого я всех была, я говорю, если что-то выбрасывать, через меня, я решу, выбрасывать, или мне пригодится, или что. Так что, каждую тряпочку, каждое что, я знаю ее судьбу. Где мое, где кто дал, особенно я запоминаю, откуда, где что дал. Ну, сейчас тут такого ничего нету, где кто что дал. Ничего, нет. Ведра, тут только пластиковые дали. Девочки, ведра накрылись, закрыли, закрыли мою девочку эту, киоск, не знаю, строят новый киоск, здоровенный, я не знаю, дадут им место овощное, мне кажется, им не дадут. Если там будет колбаса, то никому, никто не даст овощной отдел, никто никому не даст. А я уверена, что там будет колбаса, и будет еще какой-то отдел, но не дадут под овощи. Это сто процентов. Под овощи надо отдельный свой киоск иметь. А вместе с колбасой, вот эти паки заносить, это что, нет, этого никто не разрешит. Ни за какие деньги, или скажут, все забирай себе, а это невыгодно. Вот. И что, там такую аренду надо будет платить. Вот. Ну, в общем, накрылись мои ведерочки. И жалко, люди без работы остались. Ну, как, она работает, она же маникюрша. Вот. Ну, жалко, хорошие, хорошие люди такие. Я все время скуплялась, подходила. А сколько у них скуплялись, а в долг дают, господи. И не записывают, кому дали. Ну, люди приносили, я же знаю, что у нас там все нормальные. Но они, во-первых, ненормальные мы и не дали никогда, мне кажется. Ну, вот. Все, девочки, сейчас сделаем украшение. И украшение, нам же бока тоже надо забацать, правильно? Девчонки. Укропчика нету. Сейчас бы укропчиком и бакап заделать. Все, девочки, сейчас последние штрихи. Майонеза. У меня есть майонез, но тоже много не надо. А вот это небольшой пакетик, девочки, вот этот. Я взяла маленький, специально. А вы знаете, я даже забыла, что у меня есть майонез, честно. Что у меня же там вот тут есть майонез. Девочки, я за пробку, спасибо, что сказали, что проколоть ее иголкой или гвоздиком каким-то тоненьким, горячим. Я думаю, что это класс, я так сделаю. Не всегда же покупаем вот такие, да, пакетики, где, а можно тоненькую. А там отрежешь, не выдавливается. Чуть больше сделаешь, уже вот такой фонтан какой-то с пожарки, с машины, с трансбоя. Не угадаешь никогда. Жалко, нема укропчика. Сейчас бы укропчиком бакап заделать и то, что надо было. Но ничего, мы для себя сделали это не на выход. То есть, на выход, да, на стол. О! Та-да! Можно елки он пойти нарвать. У меня елочка маленькая. Украсить елкой. Хе-хе-хе. Ой! Или дождиком. Так. Люби-друзи. У нас Люби-друзи говорила все время Юлия Владимировна Тимошенко. Люби-друзи. Все, девочки. Алис. Была б зелень, я б круговую сейчас сделала. Нечем украсить. О! Гляньте. Нечем. Это ж было украшено. Скажите, шо? И я скажу. Не туда влепила. Не сообразила сразу. Это, девочки, икра луковая. Видите, какая у нее судьба. Девочки, еще видите? Растягиваю укроп. Растягиваю. Чтоб до конца хватило. Болейте все. Зажимайте кулаки и защурюйте глаза. Чтоб хватило круговую укропа. Гляньте, что я делю. Ха-ха-ха. Комедия. Наверное, не хватит, девчата. Ой, комедия. Ой, переживайте, хватит или не хватит. Брехня сделаю. Дик, чей малыш, иди сюда, у тебя хвост пушистый, кусочек отрежу. Глянь, как он подскочил. Иди, малыш, кусочек от хвоста отрежу. Мне не хватает украшения. У тебя хвост пушистый. Ой, девочки, прикиньте, что значит швея-мотористка третьего разряда хватило. С какого, девочки, петушка укропа сделала круговое украшение? Это только дочка Столяра может такое сделать. И швея-мотористка третьего разряда. Ну, он горбатый получился. Знаете, чего? Он же высокий. А ну, вы поняли? Все. Кусок сыра могу, знаете, как каску одеть. Блин, сырный. Девочки, ну что, скажите, плохо? Девочки, завтра ждем результата икры с огурцом. Вы поняли? Что оно получится в середине? Может, так пойдет икра? Если не пойдет, я прибью. Кто сказал, что это вкус? Девочки, будьте здоровы, родненькие. Мира вам. Чтоб никто никогда не узнал в этом.